Добрый день, глубоко уважаемый президиум, добрый день, глубоко уважаемые коллеги. Цель нашей демонстрации, в общем-то, показать возможность и эффективность использования эндоваскулярных и криохирургических методик включения сарком мягких тканей, в первую очередь, конечностей, с целью повышения качества операции и повышения количества органосохраняющих вмешательств. Представляем вашего внимания пациента R, 58 лет, который поступил к нам на лечение в наш диспансер в 2012 году с жалобами, соответственно, представленными на данном слайде, в анамнезе в 2009-м амбулаторно в поликлинике ему иссякалась опухоль мягких тканей, соответственно, гистологического материала с той поликлиники нам получить не удалось, он поступил к нам уже с рецидивом данной опухоли, соответственно, с верифицированной липосаркомой. Внешний вид пациента на момент поступления – распадающийся опухоль задней поверхности правого бедра, вид данной опухоли на МРТ. Диагноз был выставлен на рецидив липосаркомы правого бедра. Здесь обращу внимание, что G2 наши морфологи классифицировали тогда по четырехступенчатой системе, но в сегодняшний день это low-grade, то есть low-grade липосаркома, соответственно, с осложненным распадом, кровотечением, анемией и токсикономическим синдромом, в принципе. На предоперационном этапе пациенту, с учетом категорического желания пациента и наших возможностей того, что это опухоль, опять же low-grade, было принято решение провести ему органосохраняющее вмешательство, хотя в классике, о которой Артур Юрьевич перед этим очень замечательно рассказывал, нам надо было бы ему удалить, наверное, всю заднюю группу мышц бедра, но, опять же, с учетом всех возможностей было принято провести ему органосохранное вмешательство и до операции первым этапом проводилась ангиография с целью оценки кровоснабжения опухоли и эмболизация, селективная эмболизация питающих опухоли сосудов. Соответственно, на данном слайде мы видим картинку кровоснабжения опухоли до эмболизации и опухоль с редуцированным кромотоком после эмболизации. Этапы операции с целью повышения областичности и уменьшения, опять же, кровопотери проводилось пациенту пред- и интероперационное кривовоздействие на опухоль и, соответственно, на раневую поверхность, потому как, удаляя опухоль, фактически, конечно, нам приходилось отходить по краю и говорить там о R0 резекции, наверное, не приходилось в данном случае, поэтому дополняли интероперационным кривовоздействием на послеоперационную рану. Обошлось без пластик, то есть обошлись пластиками местными тканями, не пришлось ни ратировать никаких лоскутов, не использовать какие-то микрохирургические техники. Удаленный препарат, как видим, то есть без всего блока мышц задней группы бедра. Пациент, внешний вид, соответственно, пациента, это уже через два года, в 2014 году, данный пациент представлялся на Пироговском хирургическом обществе, здесь у нас в Петербурге, он у нас постоянно находится под наблюдением, обследовался, это данные МРТ прошлого года. Соответственно, данных за рецидив у пациента в настоящее время не имеется, он и дальше продолжает ходить, последний раз был в декабре. Как я уже сказал, пациент в июне представлялся, то есть он приходил, с ним беседовали тоже, там коллеги задавали вопросы. Подводя итог нашей небольшой презентации, можно сказать, что больного с гигантской рецидирующей саркомой правого бедра, используя такие технологии, как ангиография с эмболизацией, селективная эмболизация сосудов и интероперационное кривовоздействие, удалось добиться высокой степени областики, уменьшить вероятность массивной кровопотери интероперационной и сохранить функциональное состояние конечностей. Спасибо за внимание. Поскольку это у нас последний доклад, вопросы, пожалуйста. Да, Виталий Витальевич. Спасибо за доклад. Прокомментируйте, то есть идея составляла в том, чтобы не допустить кровотечение из этой опухоли, то есть эмболизация вы пошли именно для того, чтобы прекратить кровотечение, то есть распад и так далее. Ангиография и эмболизация, в принципе, как правило, преследует, мы не единственный пациент, кому мы это делали, преследует нескольких целей. Это диагностическая, то есть сориентироваться по соотношению более точно. Ну, сориентироваться там и компьютерной томографии в сосудистом режиме позволяет, а ангиография в какой-то момент утратила свое значение. Поэтому вот цель просто... Второй момент именно эмболизации – это уменьшение кровопотери интероперационной и, опять же, предоперационная, скажем так, лишая опухоли кровоснабжения, определенной довитализации опухолевых клеток мы тоже считаем, что добиваемся. Эта программа уже, наверное, в городском диспансере длится порядка пяти лет, да, еще балахнид начинал, по-моему. Да, да. А не было каких-то идей насыщения вот этой опухоли микросферами с химиопрепаратом, например, каких-то? Не проводили вы какую-то аналогию по литературным данным? Иде... Это только добиваться как бы кровотечения, ну, предотвращение кровотечения, наверное, ну, не совсем целесообразно. Просто раннее начало оперативного вмешательства, даже при хорошей пластике, да, ну, наверное, это более как бы эффективно. Если такой пациент с распазмом поступил. То есть какая цель преследоваться? И криохирургии, тут момент ледяной глыбы тоже на областичность уже давно как бы западные. Авторы, ну, так, под сомнение ставят, что радиочастотная абляция все-таки она больше перегратива имеет. Ну, прокомментируйте просто. Ну, касательно ангиографии, здесь в данном случае она используется в предоперационном режиме, а если мы говорим о химиоэмболизации саркомиаких тканей, ну, тут, наверное, на сегодняшний день из всех видов локального химиовоздействия наибольшее распространение все-таки имеет химиоперфузия, о которой Юрий Иванович докладывал, который активно занимается вне онкологии имени Петрова. Такие идеи у нас, конечно, были, но, в принципе, по литературным данным, от химиоэмболизации именно отказались. Хотя с Павлом Васильевичем мы это обсуждали. Касательно крио-воздействия, ну, здесь в данном случае ледяную глыбу, с учетом объема опухоли, конечно, не сформировать всю именно опухоль, не заморозить, ну, не добиться физически просто. Здесь скорее вопрос шел о том, ну, областика именно той распадающейся части, то есть формирование. У меня продолжение к вопросу Виталия Ильича. Край резекции какой был после удаления препарата? Край резекции я это отмечал в процессе доклада. Соответственно, если, скажем так, R1 край резекции, кратко ответить, микроскопическая опухоль в мазках интероперационных у нас была. Именно с целью добиться, как бы, областичности применялось интероперационное криво-воздействие. Спасибо. Еще кому угодно вопрос. Спасибо. Спасибо. У нас еще осталось время. Вопросы. Спасибо. У нас! Продолжение следует...